Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение и толкование книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, 7 глава. Мы в ней увидим и услышим много «не», того, что запрещает, не рекомендует своему сыну и всем нам, премудрый автор, и эти заповеди, эти ограничения, эти отрицания того, что нам не полезно, бесконечно полезно слышать и вникнуть в них для того, чтобы и действительно не касаться тому, что причиняет вред жизни человека. Не делай зла, и тебя не постигнет зло. На первое отрицание далее идет утверждение «Мы хотим беззаботной и беспечальной жизни, но для того, чтобы зла не было в нашей жизни, надлежит это зло не умножать своими собственными деяниями. Удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя». Простая закономерность невозможна пригрев на груди своей змею, избежать ее укуса и яда. Так и неправда, которая изгнана из человека, таинственным образом поставляет его защищенным, делает его избавленным от неправды, которая сгущается вокруг тех, кто умножает ложь. Сын мой, не сей на бродах неправды, и не будешь всем раз более пожинать с них. Еще не, не проси у Господа власти и у царя почетного места. Помним, как премудрый Соломон, получив повеление просить у Бога, милости его, не просил ни власти, ни богатства, но просил премудрости и получил все. Так и здесь искушенный в жизненных трудностях автор увещевает нас тогда стать действительно исполненными властности. И тогда почет придет к тебе, говорит он, когда сам ты не будешь это выпрашивать, ни у Господа искать, то есть внутри своего сердца не иметь таких расположений, ни внешними ходатайствами, а самих себе раздражать правителя. Не оправдывай себя перед Господом и не мудрствуй пред царем. Оправдать себя пред Господом — это значит не каяться. Тот, кто не хочет исповедоваться, тот, кого, что называется, в храм, а особенно на исповедь, не затащишь, он непременно страдает нарушением этой самой заповеди мудрого. Он оправдывает себя пред Богом. Если я что-либо делаю дурное, то потому что таковы обстоятельства или таковы ближние мои, а это неизбежно повлечет за собою от Господа отторжение, не мудрствуй пред царем. Простота, которую ищут все правители от тех, кто поставлен им подчиняться, менее всего соответствует мудрованиям и демонстрацией своей мнимой учености. Подлинная ученость всегда умеет содержаться в кроткости, в кротости, в душе смиренной и скромной. Не домогайся сделаться судьей. Особое призвание сынов человеческих мы помним о богустановленности среди людей этого судебного достоинства. Не домогайся, тем не менее, сделаться судьей. Почему? Поскольку жизненные коллизии бывают такими иногда загадочными и обстоятельства столь трудными, что есть угроза оказаться тебе бессильным, сокрушить неправду по той причине, что убоишься лица сильного и положишь таким образом тень на правоту свою. Твоя собственная способность действовать право и правдиво будет поставлена под сомнение, потому что немногие судьи устояли против искушения, о котором упоминает премудрый, когда власть будет требовать чего-либо противного или какая сила, богатство или иная будет требовать от судьи уклониться от правды к лукавству, и как бы ты ни оказался таким судьей с раздвоенными мыслями. Не греши против городского общества и не роняй себя пред народом. Есть грехи против отдельных людей, а есть грехи против городского общества. «Вывесить непристойные транспаранты, рекламу, декларировать прилюдно то, чего надлежит стыдиться и скрывать. Это и есть грехи против общества городского или сельского, общества человеческого. И не роняй себя перед народом, пускай все, что выходит на публику, будет норматизировано, то есть соответствовать тем нормам культуры, а еще лучше культуры религиозной, присущей народу, которая как раз и должна утверждаться твоими публичными заявлениями, выступлениями. Поэтому что может и что не может демонстрировать театр? Какого рода реклама терпима или нетерпима на общественном телевидении? Конечно же, дело ответственности тех, кто вправе услышать зов Премудрого и не ронять себя перед народом и не грешить против городского общества. Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным. К сожалению, такого свойства грехов. Они катятся, как горошины, одна за другой, один за другим. Не привыкай к их постоянству в твоей жизни. Почему? Потому что и каждый в отдельности у Бога заметен, и не избежишь ты за него наказания, если не каешься в них. В покаянии есть прекращение этого потока повторяющихся грехов. Но если ты чушь покаянию и думаешь, что сама привычность греховного состояния делает его допустимым, возможным, а может быть даже и похвальным, то глубоко ошибаешься. Господь не оставит ненаказанным и один отдельный грех, уж тем более их цепочку. Не говори, он призрит на множество даров моих, и когда я принесу их Богу Вышнему, он примет. Таково обольщение тех, кто имеет некие добрые дела, а при этом сердце его прельстилось грехом, и, сохраняясь в служении страстям своим, в нераскаянном состоянии, некий человек, имеющий дела добрые, полагает, будто они его оправдают, и Бог примет дары его, то есть и самого его примет ради этих даров. Это ошибка. «Не молодушествуй в молитве Твоей, и не пренебрегай подавать милостыню». Что это молодушие в молитве? Это прежде всего скоропостижность ее, скоропалительность, торопливость. Когда человек кажется себе усталым, то молитву подает как какую-то полушку, мелкую монету Богу, как бы делаться, желая от своего долга, почитать утренние или вечерние молитвы. «Не будь здесь скупым, сей щедро». Самая молитва, говорил преподобный Паисий Святогорец, есть лучшее состояние отдыха для человека. Именно в молитве черпает он силы, а не тратит на молитву то, что, как ему кажется, лучше бы истратил на какие-то жизненные развлечения. Воистину, развлечение жизни есть трата сил, а молитва есть собирание самого человека и умножение сил его и могущества. Не пренебрегай подавать милостыню, потому что она действительно покрывает множество грехов. Милостыня делает человеческое сердце мягче, и он, не только имея сострадание к ближнему, и о своей душе попечется, то есть чаще всего милостивный имеет открытые двери своего сердечного покаяния. А вот такое уже приношение Богу непременно бывает принято, и таким образом принимается и сам кающийся грешник, как блудный сын своим любящим отцом. Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий. Человек, находящийся в печали, не должен быть предметом твоих насмешек, поскольку и ты, такого же, как он, и есть и над тобой тот, кто еще не ожесточил тебя отъятием своих благ, а его уже огорчил, как бы и тебе, надменному, не лишиться благости Божьей, ибо он благ всяческим, и не радуется о печали никакого человека, снисходя их самим нераскаянным грешникам, любовью своей и долготерпя о них. Таким образом стремись никого не укорять, а более всего не злорадствовать. «Не выдумывай лжи на брата твоего и не делай того же против друга». Это ложь, выдуманная тобою, имеет своего отца, и имя ему дьявол. Об этом не должно забывать. Понятно, что какими-то благими, скорее всего, понятиями или оправданиями может эта ложь быть для тебя самого оправдана, но нет ей оправдания. «Не желай говорить какую бы то ни было ложь вообще, далее рассуждают премудрые, ибо повторение ее не послужит ко благу. Не только из себя не создавай ничего лживого, но и не повторяй ложь других, поскольку это повторение есть умножение зла в мире. Перед собранием старших немногословь, и не повторяй слово в прошении твоем». Когда человек очень пристрастен и вожделеет власти или богатства, когда он похотями века сего порабощен, то не может сдержаться и не проявить этого власть придержащими. Он заискивается пред ними, он многократно напоминает о своем существовании, ибо все его внутро устремлено тем ценностям, которые он хочет получить от сильных мира сего. Но это самый прямой путь ничего не получить, а лишиться и того, что ты имеешь. Не отвращайся лучше от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Это точно. Кальчис чувствовал каждый из нас, едва становится кто ближе к природе, едва станут делами его досуга, возделывание огорода или уход за клумбами. На душе тотчас удворяется покой и мир, и к потам сельхозработника прибавляется свет радости, которым наполняет Господь доброго труженика, исполняющего первую заповедь Божью падшему человечеству. «В поте лица Твоего снеси хлеб Твой. Не прилагайся ко множеству грешников». Как видите, премудрые опровергают все принципы демократии. Если большинство голосует за, а голосует дурно, то не будь вместе с ними, как бы много ни было тех, кто греху и злу отдают голоса свои. «Глубоко смири душу Твою». Вот эта краткая фраза написана от такого опыта и от такой полноты отцовской любви. «Глубоко смири душу Твою». Что значит «глубоко смирить» и «неглубоко»? Мы знаем, что есть такая область греха, называется «смиреннословие». Себя при людях всячески уничижать, но попробуй кто-нибудь действительно тебя оскорбить или над тобой усмехнуться. Тотчас самолюбие как взрыв в душе произведет, и ты уже готов огрызаться, ненавидеть того, кто кажется твоим обидчиком, а глубоко смирить душу свою, это значит в самой глубине сердца искренне признать себя худшим тех, кто рядом с тобой. Помни, что гнев не замедлит, и что наказание нечестивому огонь и червь, огнеусыпающий и червь бесконечно угрызающий. Эти же слова использует и Господь Иисус Христос тогда, когда предупреждает человечество, чтобы никто не попал в озеро, огненное, уготованное дьяволу и ангелам его, и не стал бы жертвой этого огня, поедающего вечные червя, угрызающего нераскаившихся грешников, которым не будет покоя в вечности. Не меняй друга на сокровище и брата однокровного на золото афирское. Братство и дружество — такие высокие наименования, они сейчас крайне актуальны, быть может, еще дороже, тогда, когда общее состояние народа далеко от благочестия. Мы нуждаемся в том, чтобы вновь поднять высоко эти понятия, в том, чтобы понятия братства и понятия дружества, подлинные, которые изверждаются на единстве духовных ценностей, приобрели свою цену для людей. И наставление Премудрого очень убедительно. Самые драгоценные сокровища, самое бесценное золото не сравнится с подлинным дружеством и настоящим братством. Речь далее идет и о ином сокровище, которое иудеи привыкли оставлять тогда, когда потеряется в ней свежесть. Речь о жене. Не оставляй умной и доброй жены. Может, она уж не так хороша, скажешь ты, как была тогда, когда брали ее невестой. Может быть, она теперь не так легка, как была в те времена, когда еще не рожала детей твоих, но достоинство ее, говорит отец сыну, драгоценнее золото. Не обижай раба, трудящегося усердно, не наемника, преданного тебе душою. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе. Помним, что по повелению Господня на седьмой год в Израиле надлежало отпускать рабов, если они желали остаться и вновь продолжать трудиться у этого же господина еще, оставались ли на шесть лет, на седьмой год опять можно было отпустить его, предложить ему свободу, если и во второй раз он не желал покинуть своих хозяев. то сказано было в повелении Израилю проткнуть на косяке дома хозяина мочку уха, и, кстати сказать, так появились серги. И серебряная или золотая нить, вставленная в эту дырку в мочке уха, как раз и означали вечное рабство, добровольное, которое готов ради служения любимым господам своим прийти их добросовестный работник. И таким увещанием, конечно же, Господь учит нас чувствовать себя не господами и рабами, а всех господ создавать себя рабами божьими, а всех рабов с господским достоинством не за страх только, но за совесть служить своим господам. Есть у тебя скот, как бы не сходит от самых высших ценностей к меньшим повествованиям. Есть у тебя скот, наблюдай за ним. Если он полезен тебе, пусть останется у тебя. Но вот от скота, конечно, восходит вновь к отношениям между людьми. Мудрый наставник, и насколько говорит он, ты печешься о бессловесных, чтобы они продолжали свое служение в твоем хозяйстве. Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Пускай и они поработают, пускай войдет в навык молодого человека служение и труд. Нагибай шею их, не ленись принуждать их к доброму труду и к полезному служению. Когда они вырастут, то возблагодарят тебя за эту науку. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их. То есть, прежде всего, заботиться не допустить их растления, прежде законного, о Господе, брака. И не показывай им, именно поэтому, веселого лица своего. Как бы твой вид небрежный и расслабленный не сыграл с ними злую шутку, устремив их за какими-то удовольствиями мира сего, которыми будут они приманены, а потом и окажутся жертвами этого мира возле лежащего и только и натачивающего зубы на юных, неокрепших, целомудренных созданий, готовых как раз по этим стихиям мира сего, выпорхнуть из отеческого дома для того, чтобы очень часто встать на путь погибели. Выдай дочь за мужество и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному. Где альтернатива блуда юношеского? Конечно же, при уготовлении к законному браку. Это и для отца великая честь, и для дочери достоинство быть переданным из отцовских рук в руки мужа благоговейного и верного. Есть у тебя жена по душе, не отгоняй ее. Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. Это некоторый венец приближается отношений к людям, начиная с заботой о скотах, попечения прилагаем о детях, жену надлежит беречь все усердно, но далее мать и отца чтить, как и полагается, по заповеди Господней, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земли, и еще обезумит родитель твой, почтительности твоей не оставляй. И далее восходит к отношениям между людьми мудрость наставника. Благовение пред Господом неизбежно проявляется и в почтительности к священному сословию. Каждый батюшка прекрасно чувствует именно на себе, каким образом кто относится к Господу. Вовсе не идентифицируя себя самим Сыном Божьим, но тем не менее так установил Господь по власти своей, чтобы и грехи человеческие прощались, и плоти, и крови божественные причащались люди через священника. Поэтому не может человек, несущий от Господа такое спасительное для человечества послушание, вызывать что-либо, кроме благовения и почтительности в тех, кто подлинно боятся Господа. «Всею силой люби Творца твоего и вновь проявлений, и не оставляй служителей его». Как можно их оставить? Жизнь полна трудов и трудностей, в том числе и у священников, и по возрождению храмов, и по исполнению своего священнослужения, и в попечениях о домашних своих. Таково проявление любви к Творцу, что и служители его не остаются без попечения со стороны тех, кто в состоянии какими-то благами земными, участием своим человеческим, оказаться в числе помощников. «Бойся, Господа, и почитай священника». Опять в параллель с страхом Божьим и с чувствами к Создателю ставят премудрый учитель и отношение к священству. «И давай ему часть, как заповедано тебе». Дальше перечисляются ветхозаветные установления, которые для нашего времени не актуальны, но сам закон попечения о священстве и благовейного почтения остается в действии. «И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно». Таким образом, собирая богатство от отношения к самим близким людям своим, подобающего, помня о том, что и тот, кто ничем не может тебе воздать, но только молитвой своей, благодарностью к Богу, подавай милостыню с тем, чтобы благословение твое на тебе почивающее было совершенно. «Милость даяния, да будет ко всякому живущему». Кажется, все уже перебрал всех людей премудрый. Нет, не всех. «Но и умершего не лишай милости». Что это значит? Не только воздай последнюю почесть телу, бывшему сосудом бессмертной душе, но и поминай усопших в память о них, делай добрые дела, молись Господа об их упокоении. «Не устраняйся от плачущих и сетующими сетуй». Ну, это уже заповедь, которую засвидетельствовали в себе исполненный апостол Павел, и подобно ему плакать с плачущими, радоваться с радующимися, быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Это уже пастырское призвание каждого из нас, названного избранным священством, языком святым. Каждый из нас должен иметь и великое сострадание ради духовной пользы, и, находясь с ближними, стараться ради их духовной пользы понимать их, просвещать их, послужить им. «Не ленись посещать больных, ибо из-за этого ты будешь возлюблен. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Помни последнее, и твоя вовеки не согрешишь». Так церковное слово, так наставление Премудрого подводит итог в седьмой главе и дарует нам действительное средство против любого искушения. «Помни, что ты смертен, и как бы не предстояло тебе потерпеть, не малодушествуй в этом противостоянии греху, ибо больше смерти не будет твоего терпения, потому и Господь говорит, не бойтесь от убивающих тела, а более ничего не могущих с вами сделать». Таким образом, памятование о смерти составляет наше главное орудие против греха, вслед за которым идет и полная над ним победа.